Американского конкурса «Золотой волонтёр» из 65 человек четверым вручены плакетки, удостоверяющие нынешний статус ребят. Конкурс инициирован организации «Помоги ближнему» при поддержке управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальности КБР. Сначала ребят обучали сразу по нескольким направлениям. Двухдневные тренинги по лидерству, ведению переговоров, а также специалистами МЧС по оказанию первой медицинской помощи. Отборочные туры продолжались на протяжении всего года, определяли самых активных, позитивных, неравнодушных ребят. Из 65 выбрали четверых. Эти люди, именно профессиональные волонтёры, которые могут провести мероприятия и организовать мероприятия, осветить мероприятия и при необходимости оказать первую помощь. Вот эти четыре направления мы именно затронули для того, чтобы не просто так через дорогу перевёл волонтёр, а именно профессиональный волонтёр, чтобы была какая-то система развития, чтобы был какой-то стимул людям приходить в волонтёрство и в этом деле развиваться. Очень хочу пожелать ребятам, которые сегодня не поленились, которые сегодня, скажем так, сделали некую большую работу для того, чтобы достичь тех вершин, которые достигнуты. Хочу пожелать не устать. Не устать от того, что вы делаете постоянно какие-то добрые, красивые, хорошие дела. На мой взгляд, это очень важно. И важно понимание этого. Ещё шесть человек из Эльбрусского, Терского районов и Нальчика, прошедшие в трёх номинациях, до золотого не дотянули, но получили благодарности и серебряные значки организации «Помоги ближнему».